Пятошки, мне привет. Короче, едем мы в Сома Ломбардо. Это тут кастелушка, которую я вам обещала. Просто хорошая погода. Я решила пока не елазать тут вокруг да около. То есть я вам хотела сегодня показать один канальчик. Канальчик. Дофига, дофигище канал. После рота начинается Винцагу, Парабьягу, Оленьяно. Это все я сниму, потому что это 20 минут от Милана. И каждый день я, в общем-то, например, если я была занята там, что-то у меня работала своя, то я могу спокойно уделить там час времени и съездить. Вот. И Сома Ломбардо немножко подальше, скажем так, от всех этих... И, конечно, тут тоже нужно ловить все-таки хорошую погоду, потому что, ну, вы же видели все-таки Болорады. Мне кажется, если я вот сегодня по хорошей погоде поеду, эти серые здания, серые там штуки будут совсем и другому выглядеть. Значит, во-первых, несколько моментов. Смотрите, я сейчас вообще в 12.46 уезжал поезд, ребятушки. В 12.35 я была еще в метро и даже не знала там примерно, ну, поскольку я доеду до Гарибальда. Я на Гарибальде сужусь. Вот. Ну, мне повезло, что этот поезд, он хотя бы там же, знаете, да, я там внизу, есть Собто, ну, внизу, да, который отъезжает. Вот. И наверху, и все-таки наверху быстрее дойти после метро там. Вот. И, в общем, представляете, я в 12.43, я... Ну, я уже решила, что все, потеряю тут поезд, поеду в 13.46, потому что она каждый час ездит. Вот. И... Ну, решила. Вот такое я вам говорю, что у меня и детей, я спортом занималась, и я иногда выбираю все-таки побороться. Ну, иногда, а практически всегда, если есть возможность. Ну, даже если уже ее и нету, кстати, я тоже пытаюсь все-таки там выкатся, мытаться. В общем, я резко побежала. И что вы думаете, я сижу в поезде, ребятушки, я успела даже, представляете, в 14... В 12.44 я была уже около поезда. За одну минуту добежала, это вообще, но я, конечно, просто сейчас сделаю. Дышки свои приводила в норму. Вот. Хотя у меня нет никаких редких привычек. Ребятушки, я опять хотела вам тут сейчас поснимать, но я все-таки сегодня чисто окно. Я просто вам хочу показать, потому что есть некоторые места у этого канала, который идет рядом с железной дорогой, где мне невозможно, даже если я выйду, невозможно будет снимать. Ну, это просто нереальные, ребятушки. Все равно, конструкция нереальная. Я все-таки даже вот солнце там не очень... Но я так поняла, что на эту сторону, где мне надо, всегда солнце не очень хорошо. Вот. Еще я очень хотела поблагодарить новых подписчиков. Я просто вообще не могу себе поверить своим глазам, что у меня за два дня прибавилось 22 человека. Ну, там, те, кто меня ненавидит, можете отписываться быстренько. Но я уже увидела, что пришло новые 20 человек, 22 человека. Я просто вообще... Я готова, я не знаю, пешком идти уже дать пальмановый снимать, понимаете? Благодарность. Вот такой я человек, понимаете. Маленькая радость меня очень сильно вдохновляет. Вот. Дальше еще хотела сказать, что насчет того, что вы мне там говорите подземно, неподземно. Ребятушки, очень много я уже снимала все. Об очень многом я говорила. Те, кто, конечно, меня вообще постоянно смотрит давно, уже с самого начала, они это знают. Вот. Ну, я буду, в общем-то, вам говорить, что там я это уже говорила, я это уже показывала. Ничего страшного, вы можете вернуться, посмотреть. Вот. Ну, в общем-то, иногда, когда у меня очень много дел, например, да, я просто напишу вам сердечки, так что вы не обижаетесь почему. Вот. Насчет, что еще я хотела сказать. Ну, сейчас что-то у меня из головы немножко выпало. Вот. В общем, сейчас мы пока вот здесь поездим. Я просто смотрю, как мне лучше доехать до кануну Киада. Вот. Потому что мне еще Google постоянно эту Аду посылает. Вчера тоже опять посылал. Значит, надо ехать туда. Ну, там, вот, не до все, я вам говорила. Это про меня. Это про меня. Это про меня. Она говорит, что сегодня, среди нас, едет такой человек плохой, который у меня на сиденье... у меня, и она говорит, посцедись человек, который держит ноги на сиденье, но я думаю, что не знаю, потому что поезде вообще три человека, и это, скорее всего, ко мне обращается, вот, ребятушки, в общем, я что-то забыла, что я хотела сказать, не идут сейчас рассуждения никакие, не идут в голову, единственное, что я очень хочу снять вот этот вот, вот сейчас вот у нас РО, и больше мы не будем останавливаться, но проблема в этом поезде, что он едет достаточно быстро, кстати, очень хороший поезд, наконец-таки с батареями, уже сколько я езжу без батареи, но не могу залетить никогда и телефон, и паутбен, ничего, вот, в общем, не знаю, что, сейчас мне просто на ум, понимаете, я просто села очень высокой, за меня не, не, еще не созрела в голове, но, в общем-то, я все время думаю, поэтому, когда мы приедем, по ходу еще движения, постараюсь сегодня вам показать, а, нет, не получится, потому что я, потому что вот эта арка, которую я вам хотела показать, которая очень большая, ну, метров 30 в гнезину, а мы пошли за дороги по ней едем, она после Сома Ломбарда, как раз, где-то, верчи, верчиатты. Ну, мне прямо сегодня подбивают поехать в Арону, конечно, снова, вот, потому что он до Ароны, и тогда Арона, это где наш Костелло Джер, где озеро, да? Но нет, нет, ребятушки, все, я сегодня запланировала поехать на Костеллошку, в Сома Ломбарда, потому что я говорю, что просто до Сома Ломбарда не так уж просто доехать, поэтому и погода сейчас будет все время только, знаете, и ухудшаться. Получается, что день, например, солнце, день, там, два дня будет. Вчера вообще полдня лил дождь. То есть после того, как я приехала с Галарат, через час полил дождь, и весь вечер был просто... Мы с Соней вышли вчера в такой ливень, я не знаю вообще, как я не слышала, что такое ливень. И с Соней вообще, я вообще была вся полностью мокрая, потому что она не делала свои дела. Да еще и в лифте, ребятушки, она мне наплевала вообще на обе кроссовки. Она наплевала в лифте, представляете, а там ковер. И на обе кроссовки я просто мыла... Ну типа сегодня я в другие кроссовки сал. Вещь у меня еще сменная. Я просто мыла вчера этот... Вот этот ковер в лифте и свои кроссовки. Просто все, мне все, что она поела, она мне наплевала на кроссовки. В общем, выкиньте, да, какая я была добрая вчера. Ну вот. Так что такая, знаете, будни тоже не сладкие. Вот, в общем, вот сейчас мы в РО, в РО останавливаемся. И все-таки я хочу вам показать два момента. Вот этот вот канал очень удивительный, который я вам говорю, что вихляет, а потом снова возвращается. Он все время идет параллельно железной дороге. Вот. И хочу вам показать, куда я вам хочу, может быть, завтра вас отвезу по Робьяку. Это вообще маленькая, маленькая, вообще маленькая деревенька. И какое там огромное кладбище, понимаете? Это просто, это вообще нереально. Нереально. Оно, 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 по размерам оно как и монументали наши в центре. Кстати, в Голорад, где я ходила, ребятушки, рядом было кладбище, да? Монументали тоже называется. Как и вот это наше, самое большое, которое, Милан, ну не самое большое, но центральное, оно просто как раз рядом с Гарибалью находится. Самое большое это чертоза. На него тоже нужно сходить. Вот. Но чертозу я немножко поставлю на потом, потому что это по Милану. По Милану всегда можно будет, я вам говорила уже, что стараюсь сейчас не трудить Милан, потому что все равно ведь случится, наверное, такой момент, что она закроет, нельзя будет выходить. И на Милане я еще наснимаю вам. Ну ладно, я сейчас буду, короче, тогда заливать. Ждем, ждем. Вот сейчас я, наверное, все-таки поснимаю. Не могу я себе изменить. Сами знаете, как только сужу с поезд, так я люблю снимать. Вот. Ну и увидимся в Сомма-Ломбарде. Сейчас почитаю, почему Сомма-Ломбарде называется. Какая-то Сумма. Что-то там суммируют всю Ломбардию, да, наверное, Сомма, а это Сумма. Вот. Ну, в общем, сейчас почитаю и буду готова. Про Галеране я еще пока не готова, не готова. Вот. Галеране это дама с Горностаем. И, значит, кстати, почитаю еще вечером, кстати, обещаю вам, почитаю про Галеране, чтобы уже закончить с ней историю. Вот. Ну, с Сарону там мы еще не приехали, так и вот как только в Сарону приедем, так я буду готова все рассказывать про нашу Галеране. Ребятушки, пока-пока. Ребятушки, пока-пока.